Привет всем! Сегодня приготовим жареные кабачки. Вот такой у нас вырос кабачок кавилли, а вот это у нас кабачок нефрит. Сейчас мы их нарежем и будем обжаривать. Нарезали кабачок вот такими вот ломтиками. Со второго мы решили сделать такую небольшую зажарку с грибами. Также нам понадобится мука. Добавляем сюда соль и немножко укропа. Все хорошо перемешиваем и затем будем обваливать наши кабачки в этой мучной смеси. Поставили разогреваться сковородочку. А вот в эту мучную смесь также можно добавить смесь перцев, то есть те приправы, которые вы любите. И вот именно в сочетании с укропом кабачки будут такие прям очень вкусные. Все перемешали хорошенько. Соль получается, мука и перчик и укроп. Молодые кабачки, конечно, не самые вкусные. Чем чаще мы будем их срывать, тем быстрее и больше будут нарастать все новые и новые свежие кабачки. Обваливаем наши кабачки в муке и выкладываем на сковородочку. Вот выложили наши кабачки и жарим теперь их до готовности с одной стороны, а затем перевернем. Так вот, перевернули с одной стороны, у нас все поджарилось. И теперь будем обжаривать с другой стороны, до такой немножко золотистой корочки. Снимаем наши кабачки со сковороды. И желательно, конечно, их положить на бумажную полотенце. У нас они закончились, положили на салфетки, чтобы лишнее масло все впиталось. Вот такие вот получились кабачки. Очень вкусные и аппетитные. И для второго блюда нам потребуются грибы. Только выросли они. Немножко так их почистили сверху кожицу, где была немножко она старая. Так они все чистенькие, хорошенькие. Также поспел уже такой перчик, кабачок, лук, укроп. Ну, сейчас все это нарежем и затем уже будем обжаривать. Грибочки нарезаем такими небольшими ломтиками. Итак, приготовили все ингредиенты. Кабачки нарезали, грибочки, лучок, укроп, болгарский перчик, морковка. Натерли на терке для морковки по-корейски. Лук и немножко чеснока. Первым делом обжариваем лучок. Все хорошенько так помешиваем. В овощи у нас немножечко морковка начала так схватываться. Спустя пару минут после добавления моркови, добавляем грибочки. Все так тоже перемешиваем. Сразу пошел аромат. Так, что-то миллионов. И следом добавляем перчик и чеснок. Их мы тоже перемешиваем. Все у нас сейчас готовится на большом огне. Главное посуду, конечно, убирать в стол в середину, чтобы ничего у нас не пригорало. Ну, так как мы часто помешиваем, пригорать ничего не должно. Добавляем соль и перец по вкусу. И следом добавляем наши кабачки. И все тоже хорошенько перемешиваем. Все хорошенько перемешиваем. И сейчас наши кабачки дадут сок, то есть ту необходимую влагу, которая как раз обеспечит приготовление вкусного рагу. Накрываем все крышкой. Все больше и больше появляется от кабачков жидкости. И сейчас, в течение, наверное, пяти минут, будем все это тушить под крышкой, вот так накрытой. А затем уже добавим лавровый лист и зелень, лук и укроп. В самую последнюю очередь. За пару минут до готовности. Кабачки, как вы видите, дают очень много жидкости. Поэтому даже не надо никакой воды добавлять. Столько жидкости, да, кабачок. Ну, все, сейчас у нас будет так вот тушиться. Добавляем зелень и лавровый листок. И все тоже хорошенько перемешиваем. И уже сейчас будем тушить до готовности. По желанию, в данное блюдо можно также добавить мясо. То же самое курицу можно добавить. Вот таких вот два замечательных блюда получилось у нас из всех овощей, которые у нас сейчас растут на огороде. То есть, все с нашего огорода. Такое замечательное рагу и кабачки. Но всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. Всем приятного аппетита.